Наша цель – небольшой поселок под названием Териберка, расположенный в Мурманской области на берегу Северного Ледовитого океана. После того, как сюда проложили дорогу, эту красоту наблюдают туристы из России и Китая. Да что там Китай? Сюда приедем мы, путешественники в составе зимнего караванинга к русскому северному сиянию, которое состоится с 3 по 29 января. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы в 2018 году путешествовали с домами на колесах в Лапландию, нам было, конечно, очень интересно. Но, например, в их представлении что-то типа Диснейленда ощущалось немного то, что мы тут не в первый раз, хотя в Лапланде ни разу не были. Но мы и помыслить не могли, что в России, а такое видели? Во время нашего путешествия с домами на колесах к русскому северному сиянию мы будем ночевать в сказочном инопланетном лесу. А перед этим наш русский дворец Снежной королевы. Это сооружение, созданное из более чем 100 тысяч тонн снега и льда. Ледяные своды, скульптуры, созданные художниками со всей России. Просто нереальное место. Снежная деревня меняется. А ее создатель Владимир Конягин пытается сделать еще больше, еще красивее, еще интереснее. Еще один уникальный проект этого заполярного городочка, он называется Кировск, мы там будем ночевать. Это таинственный лес. Таинственный лес это своего рода лес инопланетян. Он украшен снежными скульптурами, подсветкой и необычной музыкой, которая полностью дает погрузиться в атмосферу чего-то необычного, нереального и потустороннего. Раньше в Мурманской области жили самские народы. Ощутить их быт и окунуться в атмосферу можно в этнической деревне. Покататься на оленях, поиграть хасками и посидеть у очага в чуме. Все это нужно сделать в этнической деревне. Помимо этого из развлечений есть снегоходы. А такие потрясающие горы, как Хибины, позволяют покататься на снегоходах с огромным удовольствием. Помимо снегоходов можно покататься и на хасках. Эти сказочные существа с удовольствием прокатят вас по всем живописным дорогам Хибины. Перед нашим арктическим путешествием в 2018 году на форумах шли целые обсуждения предстоящего мероприятия. Разного рода писатели, как потом выяснилось, не имеющие домов на колесах, утверждали, что путешествовать с ними нельзя. Дело в том, что есть категория так называемых писателей-мечтателей. Они не могут позволить себе такую технику и с помощью негативных комментариев, которые они постоянно пишут, таким образом себя утешают. На них не стоит обращать внимание. Мало того, для водителей компании «Дом в дорогу» буксировка прицепов зимой не является чем-то очень необычным и невероятно сложным. Мы занимаемся поставкой прицепов и автодомов постоянно. Вне зависимости от времени года и погоды буксируем дома на колесах по всей стране. У нас огромный опыт зимней эксплуатации автодомов и прицепов «Дач», которые не ограничиваются только одним путешествием в 2018 году. Тогда в составе 12 экипажей, среди которых было 8 прицепов, мы проехали 5000 километров по зимним дорогам и с нами ничего не случилось. Все вернулись счастливы и довольны. Участники того караванинга переписываются и вспоминают это путешествие до сих пор. Перед Териберкой мы обязательно заедем в Мурманск. У нас в этом городе по плану один день. Я думаю, будет всем интересно побывать на первом в мире атомном ледоколе «Ленин» и посетить самый северный в мире аквапарк. Наш план состоит из 47 эпизодов. В нем, на основе многолетнего опыта, полученного компанией «Дом в дорогу», учтено все, в том числе и запасные площадки в случае, если мы по каким-то причинам не выдерживаем расписания. Наше путешествие мы спланировали так, что само по себе движение к нашей цели, ледовым дворцам, сказочным зимним лесам, северному ледовитому океану, тоже состоит из очень интересных, порой грандиозных зимних достопримечательностей. Каждый день привнесет что-то новое и интересное. Отдельно хочу отметить, что нам будет абсолютно наплевать на локдауны, отели, QR-коды, маски, прививки, ограничения в отелях, самолетах, в аэропортах. Мы будем путешествовать со своими домами на колесах и ни от кого не зависеть. Но дело даже не в этом. Мы будем изучать мир не с высоты 10 тысяч метров из самолета, а увидим несколько больше, чем турецкий он инклюзив и пару глянцевых аэропортов. На ночлеге мы будем останавливаться в наших русских кемпингах, которые имеют всю инфраструктуру, воду, электричество, слив. Нас везде будут принимать с русским гостеприимством. Надеюсь, форумные интернет-писатели, утверждающие, что в России нет инфраструктуры, перестанут нести чушь и поймут, что путешествия с домами на колесах в реальности гораздо интереснее диванных путешествий по интернет-форумам. А теперь подробный план. План зимнего путешествия за полярный круг с автодомами и прицепами. Караванинг к северному сиянию. Наш маршрут проходит через такие города, как Краснодар, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Териберка. Териберка – это Мурманская область. Это конечный план нашего путешествия. Для того, чтобы путешествовать в это время года, ваш прицеп должен быть экипирован соответствующим образом. То есть у вас должно быть оборудование, которое я называю зимним. Все прекрасно знают, это, конечно же, зимняя резина. Она должна быть и на вашем тягаче, и на вашем прицепе. Для владельцев прицепов. Это система Тума Дуа Контоль. Вот она. Эта система позволяет держать открытыми газовые баллоны во время движения. Следующий достаточный запас газа. Два штатных баллона и два дополнительных. Генератор с достаточным запасом бензина. Шланг для заправки воды. Следующий аксессуар для зимы – это перчатки. Естественно, без перчаток вам ни туды и ни сюды. Атрибуты зимнего караванинга. Но это грелка, это можно догадаться для чего, что это такое, да? Это фен. Стальной гибкий тросик, толстый. И ершик для чистки бутылок. Цепи противоскольжения. На всем протяжении пути от Краснодара до Санкт-Петербурга в каждой точке мы будем собираться. Кемпингом, которые будут расположены по пути нашего маршрута, будут подъезжать караванеры. И таким образом мы в этих точках собираемся. Эти кемпинги, так называемые точки сбора, расположены в промежутке от Краснодара до Санкт-Петербурга. Первое место встречи – это у нас Краснодар. Площадка компании «Дом в дорогу». Мы собираемся там 3-го числа в течение дня. 4-го числа мы выезжаем в сторону кемпинга «Садус». Там нас ждут. В этом кемпинге тоже сбор караванеров. Знакомство с теми, кто первый раз. Вот он этот кемпинг в Ростовской области. В этом кемпинге есть вода, электричество и канализационный слив. Территория огорожена. Беседки расположены внутри кемпинга. И недалеко есть продуктовый магазин. Ну, такой транзитный кемпинг. Переночевал и поехал дальше. Но там, естественно, нам будут рады, как будто мы будем там находиться несколько дней. Затем выезд в сторону свободной площадки в районе Воронежа. И там ночевка. Рядом со свободными площадками всегда есть запасные площадки. Если, не дай бог, она будет занята. Или вот она, эта свободная площадка. Если, не дай бог, она будет занята. Или она будет не очищена от снега. То мы всегда планируем запасные площадки. Далее выезд в сторону кемпинга «Вокруг света». Он расположен на трассе М4 Дон, Воронеж-Москва. Вот этот кемпинг. Прибытие кемпинга «Вокруг света» планируется 6 числа в 18.40. Там есть вода, есть электричество. Правда, слива нет. Общая костровая зона с мангалом. Ну, мы расслабимся там. Также познакомимся с теми, кто присоединился к нам. Есть возможность купить фермерские продукты. Творог, молоко, яйца, мясо. Все это деревенское, местное. Ну, ближайший магазин в Райпо. Такой деревенский кемпинг. В общем-то, тоже переночевал и поехал дальше. Самое главное, что есть все подключения, которые нам необходимы. И следующий кемпинг – это Москва. Кемпинг «Сокольники». Мы там не раз были. Он расположен на севере Москвы. В такой вот лесной зоне. Ну, естественно, мы там будем целых два дня. Ну, один полный день, скажем так. Те, кто не москвичи, а может быть и москвичи с нами пойдут на экскурсии. Естественные достопримечательности по Москве. Кремль, Большой театр, Третьяковская галерея. Автобусная экскурсия по Москве будет организована для тех, кто не в Москве. А может быть и для тех, кто в Москве. В общем, программа по Москве у нас такая хорошая. Кстати, я давно мечтал чисто погулять по Москве. Все время командировки, командировки. А так, чтобы просто пройтись там, я не знаю, по Тверской. Без всяких дел, задач и так далее. Вот это, конечно, здорово. Следующий кемпинг – это кемпинг «Завидова» по трассе Москва-Питер. Он совсем недалеко, в 137 километрах от Москвы. Ну, такое живописное место. Там есть вода, есть электричество. Слива тоже нет, но я думаю, что это не проблема. Спортивно-развлекательный комплекс, яхт-тур. Прогулки по большой воде, если она, конечно, не будет замерзшая. Рыбалка. На прокат можно взять электробайк. Покататься по велодорожкам, если они будут, конечно, расчищены. Потому что это все-таки зима. 10 января в 16.35 мы прибываем в кемпинг «Сова». В этом кемпинге все есть, несмотря на то, что зима. И вода, и электричество, и слив. Кемпинг расположился на живописном берегу озера Зазерия. Рядом хвойный лес и источник с чистой родниковой водой. Если, конечно, не будет замерзшая родниковая вода, такая-то вода будет обязательно. Кемпинг может предложить отличную рыбалку, как с берега, так и на открытой воде. Возможность взять на прокат лодку на 3 человека с возможностью установки даже мотора на 8 лошадиных сил. Стоимость аренды лодки 100 рублей в час. Но, повторяю, если она не будет замерзшая. Я имею в виду вода в этом узоре. 11 числа в 10 часов выезд из кемпинга «Сова» в сторону Флаггинстон кемпинг-отеля в Санкт-Петербурге. Мы там не раз были. Очень хороший такой и отель, и кемпинг. Внутри есть ресторан. Там есть и вода, и электричества. Правда, слива нет. Ну, опять-таки, это не проблема в России. Но самое главное – это Санкт-Петербург. Мы также возьмем автобусную экскурсию. Ну, естественно, это город-музей, город-дворцов, город-театров. Там у нас тоже будет обширная программа. Кстати, давно хотел сходить в Магиинский театр на балет. И главное – детей туда повезти. Следующий кемпинг. Мы выезжаем туда 13-го числа. Мы прибываем в 15.45 в кемпинг «Приладожье». Он расположен в 291-м километре от Санкт-Петербурга. Кстати, маршрут расположен так, что мы не перетруждаемся. Мы проезжаем, ну, максимум 200 километров. От 130 до 290 километров. Я думаю, что это абсолютно не проблема. То есть, такой щадящий режим как раз для нас, для караванеров. Я имею в виду зимний щадящий режим. Кемпинг «Приладожье». Вода есть, электричество есть, слива нет. Кемпинг расположился на территории форелевого хозяйства «Приладожье». 20 оборудованных мест для автодомов на охраняемой территории. Для детей детская площадка, скалодром, наверное, это летом скалодром все-таки, батут и горки. Горки, естественно, зимой. В 30 километрах мраморный кальон Рускеала. Водопады и экскурсии на Валаам. Мы прибываем в 15.45, поэтому времени у нас будет предостаточно, чтобы что-то там из этого посетить. Скандинавская архитектура, зоопарк, парк исторических конструкций «Бастион». В кемпинге есть собственное кафе северной кухни с акцентом на блюда из выращенной на ферме «Радужной форели». Гриль-зоной и видовыми беседками. Собственное кафе северной кухни. Дальше мы выезжаем в кемпинг «Норд Камп». Нужно проехать 229 километров. Все есть. И вода, и электричество, и слив. Расположился в городской черте, прямо на берегу Онежского озера. Естественно, прогулки по Петрозаводску. В 10 минутах от кемпинга располагается пирс, с которого отходят корабли до острова Кижи. Естественно, там рыбалка. Вот этот кемпинг. Дальше мы выезжаем 16 числа в 10.00 в сторону кемпинга «Бабушкин хутор». Название какое классное. Вода есть, электричество есть, слива нет. Тихая и уютная база отдыха в Карелии. Располагается в поселке Летний, в 7 километрах от трассы Колов. В летний поселок едем зимой. В Беломорский район. Легко можно в течение часа добраться до Петроглифов и причала на Соловецком острове. «Бабушкин хутор» – это отдых и уединение с природой. 17 числа мы в 10.00 мы из «Бабушкиного хутора» выезжаем на свободную площадку. Следующее место – это у нас будет основная свободная площадка, потому что есть еще и запасные свободные площадки. Рядом с свободными площадками, да не кемпинг, это площадка около дороги, потому что там рядом кемпингов нет, но мы всегда планируем запасные. Но в данном случае вот эта основная свободная площадка, мы ее так обозвали, основная. Рядом есть запасные, ну не дай бог она будет заставлена или заснежена, там не убрана или что-то, или вообще ее допустим не будет. Значит мы, у нас есть координаты запасных свободных площадок, как раз там испытываем свою технику на предмет того, как она может работать в автономном режиме. И следующее место – это одна из целей нашей поездки, это одна из главных достопримечательностей, то есть то место, ради которого мы едем – это город Кировск. Такое вот название – Кировск, да, но зато там есть снежная деревня, там есть очень-очень много интересного, там три или четыре очень серьезных, если можно так назвать, достопримечательностей, которые обязательно стоит посмотреть. Не хуже, а то и лучше, чем в Норвегии. Следующее – это площадка в Мурманске. В Мурманске мы всего останавливаемся на один день, потому что нам больше на Териберку нужно времени посвятить, потому что в Териберке, мне кажется, интереснее, чем в самом Мурманске. Но тем не менее, в Мурманске обязательно нужно посетить музей первого в мире атомного ледокола «Ленин». И самое главное, я постараюсь, что мы будем стоять рядом с самым северным в мире аквапарком. Очень интересно в Мурманске зимой посетить тропический аквапарк. Наверное, это незабываемое ощущение. Ну и сама Териберка – это то, с чего мы начинали ролик. Стоять мы там будем на первой линии, так что это ко многому обязывает, особенно тех, кто любит искупаться в Северном Литовидом океане в январе. Рыбалка с выходом в море на судне. Торжественный ужин в ресторане с приготовлением того, что мы поймали. Интересно, охота на Аврору. Ну, вообще, там северное сияние, можно с любой точки смотреть, но есть определенные места, откуда оно особенно красивое. И вот эти места называются Авророй. Поэтому, почему Аврора, я так и не понял, но принимающая сторона, это вот этот кемпинг, называет это именно охотой на Аврору. Посечение сюрреалистических мест, где снимался фильм «Левиафар». Действительно, очень интересно. Я сейчас не буду их показывать. Я думаю, что лучше их вот посмотреть. Ни одно видео не передаст то, что можно увидеть своими глазами. Ну и такое вот необычное предложение. Программа для сертифицированных дайверов. Если кто-то хочет погрузиться на дно Северного Ледовитого океана в дайверском снаряжении, могут эту программу организовать. Но я не думаю, что у нас такие будут. Но обязательно нужен сертификат еще по пользованию и умению владения сухим костюмом. Ну и, естественно, сам сухой костюм. Но я думаю, что никто не отважится с аквалангом нырять в Северный Ледовитый океан. Хотя, в принципе, я дайвер, я бы смог, но у меня, к сожалению, нет сухого костюма. Вот вы знаете, нужно много о ней рассказывать. Можно смотреть там ролики в ютубе, можно читать о ней сколько угодно. Ну вот просто посмотрите фильм «Левиафар». Честно говоря, фильм потрясающий. Я не знал о нем, я его не смотрел. И начал-то его смотреть со скрипом. Первые 10 минут совершенно неинтересно. Ты не понимаешь о чем. Но потом оторваться не можешь и на следующий день заново пересматриваешь. Великолепная актерская игра. Супер невероятная. И все это снималось в Териберке, куда мы поедем. Поездка наша, наш караванинг по Северному Сиянию. Это, наверное, будет самое интересное, что у нас когда-либо было. Потому что, честно говоря, я с таким кайфом составлял этот план. Я с таким наслаждением делал эти видеоролики. Потому что, ну вот представьте, если мне интересно делать, то я представляю, что будет там. Вот то же самое у меня было в Норвегии. Я с таким энтузиазмом, я вот на одном дыхании сделал этот план. И все это сошлось с реальностью. А здесь еще круче, в несколько раз. Но самое главное, что это наша родина, наша страна, Россия. И я думаю, что мы докажем всем этим скептикам, что в России есть инфраструктура. Просто мы не хотим ее искать, эту инфраструктуру. Самое интересное место для путешествий с автодомами – это Россия. И в Европе уже это понимают. И к нам хотят поехать. И мы это докажем. И еще, тот, кто путешествует, живет дважды. Поэтому становитесь путешественниками, а не туристами. Компания «Дом в дорогу» с нами интересна. Да, чуть не забыл. Записаться в это путешествие можно, позвонив к нам. Или зайдя на наш сайт. Ссылка под видео. И там просто-напросто зарегистрируйтесь, чтобы поехать с нами в это зимнее путешествие. Ждем вас. Прицеп опорудован ЛСД панелью управления, откуда осуществляется управление всеми приборами прицепа. Климатическими системами, уровень воды, зарядка аккумулятора и так далее. На панели управления мы ищем систему отопления. Вот она. Мы включаем непосредственно отопление. Говорим, что нужно нам 23 градуса внутри прицепа. Воду мы пока не трогаем, хотя она тоже будет нагреваться. Для отопления электроэнергии нам не нужно, потому что у нас есть газ, это гораздо дешевле. И, собственно, газ. Вот подача газа у нас здесь включена. Вот, собственно говоря, и все. Отопление мы включили. Через 20 минут прицепе будет очень тепло.